вот-вот и я когда такое увидел тут же захотел повторить правда с некоторыми дополнениями всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду разнообразнейших вариантов самых различных фрикаделек в сети вагон и маленькая тележка и я тоже отметился на этом поприще если кто-то пропустил щелкайте сюда и смотрите ну или заглядывайте в описании видео ссылка там будет но сегодняшний вариант подкупил меня именно наличием начинки сыром все очень просто пройдем на рабочее место и приступим в том ролике что попался мне на глаза на морда книги соус использовался покупной из банки я в принципе ничего против покупных не имею но есть там нормальный состав но в том-то и дело что найти такой вот с нормальным составом крайне сложно поэтому мне проще его приготовить приступим сразу же нарублю мелким кубиком лук кстати обратили внимание режиссер тут не обновку принес вот такая вот симпатичная доска разделочная специально для съемок почему именно мелким кубиком я уже рассказывал вот в этом ролике такие вот мелочи на мой взгляд очень сильно влияют на конечный результат отправлю лук на сковородку мне надо его поджарить для начала зарумянивания до какого состояния вы будете его доводить дело ваше но мне хотелось бы чтобы одновременно лук дал и карамельную сладость и при этом чтобы кубики хоть как-то продолжали держать форму чтобы консистенция у соуса была неоднородная теперь дело за чесноком и и чеснока я нарублю побольше часть его пойдет в соус а часть фарш вот примерно столько будет нормально я считаю и сразу перемешать чтобы не подгорало ничего а пока лук чеснок обжаривается подготовлю фарш во первых я хочу добавить него не только уже нарубленный чеснок но и петрушку свежую как мне кажется аромат зелени будет очень в тему фарш у меня состоит из говядины и свинины сюда же чеснок а теперь хлебные крошки да можно добавить и вымоченную в молоке булку как в котлеты вообще мой вам совет почаще экспериментируйте с вашем на кухне и вообще почаще экспериментируйте изо дня в день готовить одни и те же блюда так и до депрессии недалеко еще я хочу добавить зиры или как и здесь называют кумина обязательно черный перец вот так наверное и соль а между тем лук и чеснок обжарились добавлю-ка в сковородку немного догадались коньяка спирты выгорят а аромат останется и при этом что немаловажно можно старательно растворить карамель что образовалась на дне сковороды будете устраивать такое фламбирование берегите брови и волосы запах идет совершенно потрясающий пора добавлять сюда протертые томаты вообще говоря можно было бы даже и приличную томатную пасту положить но по иди найди сейчас приличную ну собственно говоря основная работа с соусом сделано сейчас закипит убавлю немного огонь и пусть себе булькает а пока накручу фрикаделек однако напоминаю что фрикадельки у нас начинка из сыра поэтому сначала этот самый сыр надо нарезать какой именно сыр вы будете использовать вопрос вашего вкуса я как вы видите взял рассольную моцареллу фарк кстати надо тщательно перемешать и я для этого использую свой чудо-агрегат в избежание лишних вопросов напоминаю я подробно рассказывал про него вот в этом выпуске если вас интересуют эти самые подробности щелкайте смотрите ну или заглядывайте в описании видео ссылку там помещу там я разобрал как все плюсы так и минусы а тем временем процесс перемешивания подошел к концу смотрите на результат конечно же вымешать фарш можно и руками но мне удобнее пользоваться техникой теперь все просто смачиваю руки в воде беру шарик фарша скатываю его делаю лепешечку сюда кусочек сыра и запечатываю естественно надо поплотнее все это дело закатать вот такая аккуратная фрикаделька получилась и так до победного конца а теперь доведу соус до вкуса сначала конечно же надо попробовать каждый раз когда я готовлю соусы подобного типа набор сахара соли перца чего-то побольше положить чего-то поменьше получается разный потому что у помидоры томатные пасты или свежие помидоры сверх протертые всякий раз я использую разные вот сейчас например понадобится наверно как минимум одна столовая ложка сахара быть может четверть наверно будет достаточно ложки соли чайный и ложки две а то и три винного уксуса я использую белый я уже рассказывал вот в этом видео про необходимость иметь на кухне несколько разных видов уксуса поэтому щелкайте и смотрите ну или заглядывайте в описании видео здесь же хочу только повторить не надо использовать для соуса столовый уксус пожалуйста потратьте немного денег хотя бы на яблочный но только ароматный вкусный так ну что теперь ерунда какая-то где страда-то а склеротик переста не добавил положу красного и и знаете что плюньте сейчас в экран я хочу добавить копченой паприки вот наверно парочку таких да я прекрасно понимаю что найти ее даже не в молотом виде сложно и скорее всего надо шерстить какие-нибудь очень крупные супермаркеты или вообще совершить набег на метро кэш энд кэри но мне кажется здесь она будет как нельзя более кстати по хорошему надо было бы наверное добавить ее еще на этапе обжарки лука но на тот момент нет не пришло в голову уж простите такое отклонение от сценария все фрикадельки отправлю в соус и оставлю томиться на огне ниже среднего примерно на час под крышкой что я имею ввиду когда говорю огонь ниже среднего это значит отрегулировать нагрев нужно так чтобы под крышкой было такое тихое побулькивание если бы я сказал слабый огонь то бульками соответственно быть никакого не должно встретимся через час час прошел какая красота можно было бы конечно организовать какой-нибудь гарнир но я думаю что гарнир вы на свой вкус себе организуйте очень даже легко а я хочу снять пробу аромат совершенно восхитительный сочное мясо сыр соус нет без копченой паприки это было бы совершенно не то но черт возьми соберите в этом соусе свой любимый набор пряностей именно тот который будет по вкусу именно вам ароматы так классно сочетается между собой обожаю мясо и мясо которое тушилось в ароматном соусе мне нравится даже больше чем хороший сочный свежеподжаренный стейк отправляйтесь на кухню захватить с собой хорошего настроения приправьте свои блюда ложечкой этой двумя фантазии и наслаждайтесь и не забудь угостить друзей спасибо за компанию всем пока